Девушки отдыхают И я на самом деле, когда выбирал тему, я скинул несколько тем, я думал, что эту тему точно не выберу Я мог рассказать, как реализовал лабораторию, как занимался жонглированием Очень много вещей, которые могут поделиться Но эту тему я думал, что ее не выберут И вообще на последний момент я пытался отказаться каким образом, чтобы ее не говорить Потому что эту тему рассказывать наиболее сложно и, скажем так, для меня опасно Почему? Потому что эта тема, она, я и живу То есть, словом говоря, это философия, на которой построены вообще все мои действия И обнажать тот смысл, который ты бережешь внутри себя на публику, а не просто, знаете, в частном разговоре достаточно сложно Поэтому вроде бы все истории, о которых расскажу, в них я участвовал Я непосредственно являюсь тем самым героем Но с другой стороны, когда ты понимаешь, что ты вот сейчас, то, что ты вылезшь к аудитории, всей аудитории Все, что с тобой происходило, это достаточно сложно Я в первый раз это делаю, поэтому... Погнали! Когда я в 8-м классе начал задумываться, куда я хочу поступать, я сразу выбрал мехатронику Потому что я не мог выбрать между физикой и литературой Мехатроника — это робототехника с механикой Но дело заключается в том, что мне хотелось творить и мне хотелось техники И по этой причине, первое, ну, то есть так случайно сложилось, что вот ИТМО, мехатроника И я вот прям только туда хотел подавать, и больше никуда больше документы не подавал Когда я туда поступил, еле-еле, я столкнулся с такой проблемой, что на тот момент Сейчас университет Мойса, что очень замечательный, я его очень уважаю, не хочу выпускать, но В тот момент, да, в принципе, все вузы были одинаковы Просто ввиду того, что не было технического оснащения и не было возможности нормально преподавать разные предметы Я заметил такую денденцию, что ребята все ломались Ломались просто один с другим И я перестал заниматься с детьми, преподавать детям, потому что я не мог понять, куда дальше развиваться Я не мог понять, куда им дальше расти А врать детям я в принципе не могу Мне казалось, что врать детям это что-то, не знаю, это самоубийство какое-то Потому что, знаете, мы когда маленькие, совсем маленькие, вот мы родились и начали воспринимать этот мир Он для нас весь цельный, мы его не воспринимаем диформентально, у нас он единый То есть мы воспринимаем его как нечто единое целое Потом по ходу жизни мы начинаем его деформентировать, делить его на части И когда я встречаюсь с ребенком, начинаю ему преподавать, я чувствую свою ответственность за то, что если я совру или слукавлю в чем-то То этот ребенок, он ведь все чувствует, у него все эти ощущения есть У него есть ощущение того, что я, как я говорю, у него есть ощущение харизмы, у него есть ощущение, там скрываю я что-то, не скрываю И все эти вещи он чувствует Если я ему вдруг говорю, я как взрослый, старший, авторитетный, что это не так то у ребенка вкладывается ощущение, что у него что-то не в порядке с его чувствами, с его ощущениями. И по этой причине я всегда старался работать именно максимально честно. И когда я столкнулся с студенческими годами, что я не знаю, куда дальше развиваться детям, я не знаю, как дальше расти, я начал искать, искать какое-то развитие событий. Получилось так, что на одну из лекций пришел преподаватель, и я узнал о том, что он собирается уходить. Уходить из вуза, а он был единственным из всех, кто мне оказался на тот момент самый адекватный и самый нормальный. Ввиду того, что он всегда работал очень искренне с людьми, и такой, не знаю, такой некоторый аналог цена полного. То есть сколько бы мне задавали тупых вопросов, он всегда очень классно, тупо отвечал. И дело так, что ты ничего не понял, но ты должен попробовать еще больше глубже копнуть. Его нисколько не трогало, сколько ты раз задашь тупые вопросы, может тысячи или миллион, он все равно спокойно, совершенно спокойно отвечал на эти вопросы так, что ты ничего не понимал, ушел дальше заниматься, возвращался к нему и отвечал на вопрос, пока ты не ответишь верно. И вот он с такой улыбкой был единственным, кто меня очень сильно привлек. И то, что он уйдет из вуза, у меня был какой-то шок. Я подошел к нему и спросил, что тебе нужно, чтобы ты не уходил, что вам нужно, чтобы мы не ушли. И он сказал, что я ухожу, потому что мне нужна лаборатория тех условий, в которых я нахожусь, а ты видишь, что у меня здесь просто бардак, я сделал все, из чего было, всю лабораторию. Мне нужен миллион для того, чтобы отстроить. А здесь вот как раз буквально было грант на 250 тысяч. Я думаю, ну а давайте попробуем на 250. Он говорит, ничего не получится. Мы никогда не верили, что у нас что-то деньги доходят до реального потребителя. Это еще не то время, когда это началось, и мы сейчас все получаем гранты, и нам кажется, что это уже более ненормально. В тот момент это было ненормально, вообще нонсенс. И я почувствовал, что я должен это сделать, и я начал заниматься прописанием документа, обоснованием. Я походил по разным кафедрам, собрал кучу подписей о том, что эта лаборатория не будет принадлежать никакой кафедре, она будет свободной, открытой. В общем, я прописал все то, чем стала лаборатория уже в будущем. И когда я уже забрал эту лабораторию своего преподавателя. Но суть заключается в том, что когда мне нужно было 3 дня на то, чтобы написать тендер, не буду вдаваться в детали, но суть заключается в том, что нужно было обозвонить разные компании, которые были готовы участвовать в этом безобразии на 250 тысяч. Компании не соглашались в этом участвовать, потому что это такие копейки, и они легче заработают за день, чем они будут соглашаться в этом тендере участвовать. У меня было всего 3 дня. На последний третий день из 100 страниц у меня была готова только 10. Но я внутренне себя спрашивал, ну как бы, это должно быть? И мне внутри подсказывало, должно, это должно быть, это не может не быть. Я сидел до полднего вечера, я не знал, чего я жду, и как я могу общаться с компаниями, которые, в общем-то, уже наверняка не работают. И я буду рассылать письма всем, кому только не лень. Но к завтрашнему утру я ничего не смогу сделать. Но я все равно как бы сидел до последнего и с этими письмами разбирался, пытался что-то написать кому-то, чтобы хоть как-то добить 250 тысяч и написать эти сотни страниц документации. И вдруг выходит из администрации человек, который говорит, а что ты так делаешь поздно в УЗИ? Я говорю, я никуда не уйду, пока я не напишу свою документацию. Он говорит, алло. Выбегает человек, который решает все мои вопросы за 10 минут, и на следующий день оказывается, что 5 лабораторий, которые вместе с нами соревновались за 250 тысяч, а там оказалось 250 умножено на 5, сдались. И у нас получилось 1 200 000. Нам выделили на лабораторию 1 200 000. Это такой классный пикфелл. Не будем говорить о том, что эти деньги доходили где-то год, и мы делали все своими руками и создавали на свои деньги в общем-то сам ремонт лаборатории. Я собирал ребят и вычищали. Это все целая история. Если что, кто хочет, может прийти потом к нам на экскурсию в лабораторию, в лабораторию технического в университете, значит, это одна из историй. История того, что я не выбирал, я не знал, каким образом должно сложиться. Когда я выбирал как раз свое направление, я знал, что это будет мехатроника. Когда я был на третьем курсе, я случайно попал на пару по физическим основам получения информации. Там наш преподаватель рассказывал про вакуум. Она просто ушла от темы, и меня только задизбилило, потому что моя бабушка и дедушка работали с вакуумом. Я прям почувствовал, что я должен писать диплом на эту тему. И я подошел к ней и сказал, что я хочу писать на эту тему. Она говорит, невозможно, на твоей кафедре ты либо должен учиться на другой кафедре, то есть ты переходи на другую кафедру, либо ты пиши на другую тему. Меня это очень сильно расстроило в этот день, и я случайно пошел к ректору. Случайно я, правда, случайно. Меня достало оттаскать к декорации, я был председателем студенческого клуба, и мне все время приходилось огромное декорация таскать из одного здания на другое здание. Я пришел, там не было секретаря, в первый раз я зашел к ректору, и ректор был очень удивлен, он говорит, привет, Максим. Я говорю, окей, хорошо. Рассказывал, ничего не исполнилось из того, что я тогда хотел, но просто там дуду-дуду разных политических вещей. Но когда я выходил, там оказался проректор, который на меня смотрел немного испуганно. Максим, ты что там делал? Я такой, ну так-то и так, это декорация. Говорит, Максим, если у тебя будут какие-то проблемы, сразу ко мне обращайся. Я прошел мимо, обернулся. Да, слушайте, а у меня есть проблема. Какая? Мне никто не дает писать на мою тему. Говорит, не вопрос, пригоди вечером. Ну, я ладно, мне просто интересно, чем дело закончится. Я пришел вечером, он позвонил, начал рассказывать о том, как я хорошо организую концерты, спектакли, но это так. В общем, он начал рассказывать об этом. На следующий день ко мне подбежали все с кафедры и начали говорить, Максим, слушай, тебя ждет заведующий кафедр. Срочно перейти. Говорю, завтра. Потому что, ну, потому что я ничего не знаю о своей теме. Позови бабушке. Бабушка такая. Ты что, с ума? Ты что? Мы 20 лет на эту вообще тему убили. А ты, знаете, не хочешь узнать, что мы должны делать? В общем, она пытается отпихнуть непихуемое в мою голову. В течение, там, часа моя голова уже начинает пухнуть. Я ничего уже не понимаю. Бабушка говорит, ты не можешь это вообще. Даже не думая об этом писать, я говорю, я ничего не могу сделать с собой. Я знаю, что должно быть. Я не знаю, почему. Должно и все. Я это чувствую. И когда она мне в процессе говорила там все, что могла поднимать, она тут говорила, а, вот здесь висит какая-то есть человека. В общем, может быть, где-то вот мой его и встретишь. На следующий день я пришел к заведующему кафедры. Он послушал весь мой бессвязанный бред, сказал, очень интересно. Взял меня с собой, привел меня к человеку и начал рассказывать о том, как я хорошо организую концерты, спектакли. И вдруг я вспоминаю, что где-то эту фамилию я уже слышал. И я спрашиваю, слушайте, а вы знаете исторических? Он говорит, да, я был 10 лет назад на их лекции. И мне бабушка вчера говорит, о, я нашла. Он был 10 лет назад на их лекции. И вот этот момент, когда мой заведующий кафедры, он замолкает, и я понимаю, что мы уже можем договориться. Да, я не могу сказать, что я был сам лучшим дипломником. Здесь много всяких моментов, в которых я могу много о себе посмеяться и рассказать. Но суть заключается в том, что когда я заканчивал свой бакалавриат и сдавал свою работу, она была реальная, рабочая, у меня произошло очень много трагедий в семье. Практически вся моя семья удала мне на плечи. Мне нужно было за ней ухаживать резко и быстро. У меня стоял один выбор, что мне нужно идти на работу. И благо это еще позволяло себе возможности. Я пошел на работу, начал зарабатывать. Но произошла еще одна трагедия. Мне стало необходимо не просто зарабатывать. Мне нужно было еще и ухаживать за людьми, то есть моей семьей. И у меня был выбор отдать моих близких в больницу. Сказать, ну, как бы, я не могу иначе, мне надо зарабатывать. И отдать мои близкие в больнице. Но меня внутри что-то вообще отспотило. И я понял, что я такого сделать не могу. То есть у меня один вариант. Либо остаться на работе и зарабатывать. И сдать человека. Либо уходить с работы и просто тупо сидеть. И не знать, как дальше жить. Я принял решение последнее. Но, правда, я с оговоркой, что я никогда не выбирал. Я просто верил в то, что оно как-то должно произойти. Потому что я чувствовал, что я не могу сдать человека. Я не могу... То есть я не выбираю между этими компромиссами. Это невозможно. В общем, я пришел домой. На следующий день я позвонил домашний телефон. Он вообще никогда не звонил. Вообще никогда. Лет пять. Это домашний телефон. У всех мобильный телефон. А здесь бац, и зазвонил. Мне говорили, алло, Максим. Здравствуй, мой имя Максим Нечен. Не знали меня? Короче, вот спросили. Вы не могли бы дать трубочку Алексея Ивановича? Я говорю, я с радостью, но он же не может говорить. Меня спрашивают, вы знаете тему, связанную с вакуумом, которым я как раз занимался? Я говорю, да, я только что защищал боковую сторону. Я говорю, да, я только что защищал боковую сторону эту тему. И, в общем-то, у меня сразу появились деньги. Буквально через... На следующий месяц у меня вообще не было никаких больше проблем с финансами, и я прожил очень радостно и счастливо этот остаток. Значит, что я хочу сказать. В моей жизни я часто... Я не буду сейчас рассказывать прямо все истории, просто говорю о том, что я сталкивался с теми событиями, когда ты рискуешь всем, ты ставишь, потому что ты не можешь выбрать. Ты не знаешь, как должно сложиться. Я не мог выбрать того, что я не знал. Я не мог выбрать того, что лаборатория должна вдруг ниоткуда не возьмись возникнуть, и вместо 250 тысяч рублей мы выиграли миллион двести. Я не мог выбрать заранее, что я, уходя с работы, рискую, вообще-то, всем положением, я иду, на самом деле, вперед, потому что иначе бы я оказался на работе, я просто не услышал домашний телефон. И вот эти вот шаги, когда ты делаешь, делаешь их в неизвестность, кажется, а, это случай, это случайность, но на самом деле они пронизывают всю мою жизнь. Я приходил всегда на пары, тогда, когда они начинались, именно начинались, то есть преподаватели не приходили, а я приходил вовремя. Меня ненавидели все мои нагруппники за это. В общем, даже один из них сказал в сердцах, что я открыл лабораторию для того, чтобы перейти в другую кафедру, и там, скажем, пригодить себе местечко. Я говорю в сердцах, да нет, что-то, я люблю свою кафедру, я очень обожаю, я очень горжусь, когда мы с ним закончили диалог, и я вышел в лабораторию, я подумал, блин, а почему нет? Вот так рождаются злобные гения. То есть я никогда ничего не просчитываю, никогда ничего не планирую. Все почему-то думают, что я там очень далеко вперед мыслю и планирую, как это должно происходить, но, честно говоря, я даже не представляю, как это должно происходить, я просто не могу не идти. Как-то раз на первом курсе я начал задавать всем очень некорректный, не очень удобный вопрос. Который, скажем так, гипертрофированно объяснит то, о чем я хочу вам рассказать. На одной чаше весов представьте, что есть ваши близкие, родные, любимые вам люди, а на другой чаше весов есть люди, которых вы не знаете. Там могут быть и хорошие, и плохие, неважно. И вам говорится, выберите, кому жить, кому умереть. Наверное, в связи моей презентации вы, наверное, отгадаетесь в ответе. Но часто, естественно, отвечали в первую очередь о том, что я выберу своих близких. Я всегда спрашивал следующий вопрос, а кто я такой, чтобы тебе задавать этот вопрос, и чтобы ты на него отвечал. И все говорили, ну такого же ответа не было, что ты мне здесь говоришь? Ты же меня сам спросил. Но ведь на самом деле это речь именно об этом, что мы часто деферментируем представление о том, как должно быть. Мы считаем, что мы можем предугадать, мы можем проанализировать, мы можем предсказать. Вот мы очень много мы можем. Мы действительно в своей жизни берем себя в руку и прямо вот так говорим. Вот я иду в университет, после университета у меня должна быть работа, после работы у меня должны быть дети. В общем, четкая, понятная траектория и линия, в которой все будет ясно и понятно. Правда, смотря на своих нагруппников, я понимаю, ну, те, кто столкнулись с реальностью университетского образования в тот момент, я понимаю, что идеальная жизнь, она не всегда идеальна. Я хочу привлечь ваше внимание к тому, что наша жизнь, когда мы начинали, вот буквально зарождались, это само по себе чудо. Представьте себе, что в голове, в нейроны, они обмениваются информацией, не времени и пространства, они обмениваются в этот самый момент. Представьте, что наше сознание, независимо от того, как мы будем это описывать с физикой или с биологией, оно возникло по причине эволюции нашей Вселенной. И оно возникло в рамках, ну, благодаря нашей планете, благодаря нашей космосу, который нас окружает, благодаря всему тому, что произошло, например, после Большого взрыва. Но все это, сознание, является непосредственной функцией и опцией того мира, в котором мы живем. И нам почему-то очень странно доверять тому, что этот мир, окружающий нас, может жить по таким же законам, как наш мозг. То есть взаимодействовать с тем, с тем моментом, когда мы доверяем жизни, то есть мы отпускаем все наши, все собственные страхи и даем возможности Вселенной нам подсказать нужные ответы, подсказать нужные ситуации в жизни, которые нас как в ладонях окружают, поддерживают и ведут нас вперед. Мы часто себя просто фрагментируем и делаем себя, знаете, так четко по полочкам. У меня много историй, я не буду сейчас все рассказывать. Если вам будет интересно что-то рассказать, ну, более подробно, я с удовольствием с вами поделюсь там на кофе-бреке или где-нибудь там в жизни лично. Я хотел закончить свою речь на противоречивой ноте. Так, наверное, будет красивее. Знаете, ошибку выживших такую тему, теорию, знаете, да? В общем, она заключается в том, что после Второй мировой войны, когда бомбардировщики возвращались в Соединенные Штаты, возник вопрос, потому что бомбардировщики возвращались не все. И возник вопрос, как сделать так, чтобы самолетов возвращалось больше. Вопрос стоял следующим образом. Правильно мы его понимаем, смотря на то, что на фезуляже у нас огромное количество пробоин, дырок и так далее, что мы должны укреплять фезуляж для того, чтобы у нас возвращались самолеты. И ответ был, математика венгерского нет. Это неправильно, потому что все самолеты, которые вы разглядываете, они вернулись. То есть, это то же самое, что все знают, сколько людей дельфины вытащили на берег, но никто не знает, сколько они оттолкнули от берега. Потому что некому рассказать. И, конечно, в моей жизни, в моем жизни можно рассмотреть с этой же точки зрения, что я один из тех, кто выжил, скажем так, случайно, и вам может не повезти. Но в этом как раз, наверное, и заключается ирония жизни, что каждому нужно принимать свое решение. Я вам просто рассказал о тех параллелях, в которых я находился. И, возможно, они оказались вам интересными. Спасибо. 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 Спасибо.